ДНР Законы приняты, рождались мук, но, тем не менее, приняты три закона, которые очень важны. Это закон об обращении граждан, то есть прокуратуры, суды и прочие органы государственной власти. Это то, что сейчас очень важно отрегулировать, потому что время военное, и нужна четкая, понятная процедура, как граждане будут обращаться с государственной властью. Это закон о гуманитарных миссиях, то есть легализации и упорядочении работы гуманитарных миссий на территории ДНР. И закон об омбудсмене, то есть Дарья Морозова с очень серьезным количеством голосов и принял присягу, наступила на должность омбудсменной. И прописан закон, который комитет ее действия. Спасибо огромное. Там вопросы разные, решены уже внутренняя работа парламента, комитета и так далее. Но это тоже было уделено много времени. Значит, ну, в принципе, те функции, которые прописаны в законопроекте в белом полномочном управлении человека, этим всем мы уже давным-давно занимаемся. На самом деле для нас это сейчас, знаете, вот как открытие новых дверей. Тогда, когда как в прокуратуру, либо в какой-то отдан, пытаешься достучаться и тебя не слышат, то сейчас на законном основании мы можем сделать так, чтобы нас наконец-то услышали. Почему? Потому что очень много обращений граждан, очень много заявлений, очень много проблем, которые нужно решать. И без этого закона, законопроекта, ну, это после 10 лет было бы. Несмотря на то, что сессия проходила за закрытыми дверьми, поскольку принятие решений по поводу утверждения законов сопровождалось жаркой полемикой, депутаты Народного Совета нашли способ прийти к компромиссу и единогласно утвердили необходимые законодательные акты. Закон о гуманитарных миссиях должен регламентировать работу этих самых миссий, которые, в первую очередь, должны помогать гражданам Народной Республики, при этом не преследуя каких-то своих политических целей, как, например, некоторые из них могут использовать то благое, что они делают, в своих целях корыстных. То есть, либо это европейские миссии, либо это украинские миссии, которые надо показать, что демонизировать картину происходящего здесь, показать бедствие в первую очередь, но, то есть, не оказание помощи людям, а именно извлечение политических дивидендов. «Были длительные премии по первому и второму закону, связанные с редакцией, связанные с массой поправок, и все депутаты пришли к единому мнению, пришли к компромиссу, и были все законы проголосованы. Закон о гуманитарных миссиях вызвал самую большую внимание. Там указано о том, что все гуманитарные миссии, которые идут на территорию ДНР, должны будут получить аккредитацию. По омбудсмену были возражения по одному полномочию и прав омбудсмена. Права очень обширные, они стыкуются с мировой практикой, но в условиях военного времени были некоторые нюансы, в которых мы не будем участвовать. Пришли к компромиссу и проголосованы.